Тимофей Попов Историю Сталинградской битвы он знает на отлично В этот день, только это было 1943 года, мы выиграли Сталинградскую битву А началась она в 1942 году Советский Союз узнал, что фашисты вторглись в Сталинград Полетели самолеты, начали бомбить, грабить 23 августа они доступили на тракторный завод, известный в Сталинграде Было много сражений Акция посвящена 78-й годовщине победы в Сталинградской битве В этот день закончилось одно из самых кровопролитных сражений Решили придумать, посодействовать тому, чтобы молодежь наша знала, что сегодня за праздник Вместе с нами отметили и потанцевали Песня «Случайный вальс» была написана в Сталинграде, вскоре после освобождения В основу легла история из реальной жизни Всего один случайный танец молодого летчика Василия Васильева с девушкой Зиной навсегда остался в его сердце Автор стихов Евгений Долматовский вспоминал Об этой встрече летчик попросил написать песню композитора Марка Фрадкина, чтобы Зина услышала и откликнулась Так родился случайный вальс Под этими звуками даже мы не устояли и вспомнили заветные движения вальса Акция призвана помочь сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны Педагоги уверены, песни, над которыми не властно время, лучше всего расскажут подрастающему поколению, как жили, воевали, любили прадеды Это наше величайшее наследие, действительно величайшее, и поэтому не говорить об этом невозможно Театр вообще постоянно поддерживает патриотическую тему, естественно Стаются спектакли, читаются стихи В прошлом году, кстати, наша обучающаяся стала лауреатом Московской области Как раз проводился конкурс юной таланты Москве И тематика была 75-летие победы, дороги жизни В предстоящие выходные акцию «Память в танце» подхватят все регионы страны Под мелодию случайного вальса сотни россиян закружатся в едином вальсе в память о Великой Победе Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»